Сегодня в Министерстве здравоохранения и демографической политики по Магаданской области прошла пресс-конференция. Там рассказали о проблемах новой коронавирусной инфекции и мерах, которые необходимо предпринять во избежание большого числа заболевших. Несмотря на то, что ежегодно в городе выявляет около 20 человек с диагнозом COVID-19, появляются тенденции к стабилизации выявления случаев заболевания. На сегодняшний день в госпиталях у нас находится 255 человек, амбулаторно получают лечение 464 человека и эпидситуация развивается таким образом, что при стабилизации на высоком уровне в городе Магадане заболевание начинает регистрироваться и в отдаленных поселках Колымы. На сегодняшний день у нас развернуты инфекционные госпитали в Мускучанском, Средниканском, Тинькинском, Ягоднинском городских округах. При этом в Ягоднинском городском округе инфекционный госпиталь оказывает медицинскую помощь как жителям Ягоднинского городского округа, так и Суманского городского округа. Лекарства, которые пациенты получают амбулаторно и в больницах, постоянно пополняются Минздравом за счет федерального и областного бюджетов. Перебоев с лекарствами нет, все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Однако в последнее время количество летальных исходов растет, утверждают эксперты. По словам Елены Кузьменко, зарегистрировано 165 подобных случаев. И за вчерашние сутки у нас также умерло трое больных, двое пациентов старше 60 лет и один пациент до 60 лет, 57 лет. Связано это не с тем, что у нас нет лекарств или мы не умеем лечить эту инфекцию, Связано это с тем, что инфекция поменяла свое течение, наверняка вы уже все слышали, Из средств массовой информации и из различных интернет-сообщений о том, что в настоящий момент инфекция протекает злокачественно, очень быстро развивается синдром поражения легочной ткани, пациенты поступают в стационары поздно, тогда, когда поражение легочной ткани занимает от 70 и больше процентов, и, собственно говоря, в таких ситуациях зачастую усилия медицинских работников оказываются тщетными. Для снижения заболеваемости и смертности существует только два правила, которыми лучше не пренебрегать. Первое – это иммунизация, а второе – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и следить за гигиеной рук. Издано постановление номер один главного государственного санитарного врача о проведении обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Эти категории родились тоже не просто так. Это опыт и территорий субъектов Российской Федерации, а также анализ по заболеваемости на территории Магаданской области. То есть мы с ковидом уже больше года, и четко понимаем, какие категории лиц наиболее часто инфицируются. В федеральном законе сказано, что человек может согласиться или отказаться от вакцинации. Однако издание данного постановления влечет большую меру ответственности у работодателей по недопущению развития заболевания и исключению формирования эпидемиологической цепочки. Поэтому если сотрудник откажется, то за этим, скорее всего, последует отстранение от работы. Мы в ответе не только за здоровье самих себя, но еще и в ответе за здоровье тех людей, которые не могут по состоянию здоровья быть привитыми против новой коронавирусной инфекции. Чем больше будет нас, людей, иммунизированных, тем меньше риск инфицирования будет у тех людей, которые не могут инфицироваться по состоянию здоровья. Продолжение следует...